Привет, друзья! С вами Тимофей Карманских и сегодня мы узнаем, так ли эффективна сода для разжижения крови при приеме вовнутрь. Последнее время вокруг соды много всяких споров, много за и против. И сегодня мы возьмем трех разных людей, посмотрим у них кровь под микроскопом, а затем один выпит воду с содой, второй выпит воду с лимоном и третий выпит просто воду. Затем мы посмотрим кровь еще раз, сравним результаты, сделаем выводы. Поехали! Диагностику проведет специалиста Здоровительного Центра Предтеча Анна Перевалова. Микроскоп, подключенный к монитору, позволяет посмотреть в каком состоянии наша кровь в данный момент времени, насколько она густая, как выглядят клетки крови, здоровые или деформированные, подвижны ли лейкоциты, есть ли какие-то посторонние включения, живые, неживые и так далее. Сам процесс простой, быстрый, понятный и очень наглядный. А чтобы кровь была погуще и мы могли лучше оценить эффект разжижения, все мы недавно покушали и выпили кофе. Напоминаю, что кофе сильно сгущает кровь и обезвоживает организм. Итак, берем образец крови номер один. Прием пищи час назад, мясо с овощами, плюс одна кружка кофе, хотя я кофе вообще не пью. Прокол абсолютно безболезненный, капля крови на стекло и под микроскоп. Видно, что кровь хоть и текучая, но все эритроциты сбились в кучу и слиплись между собой. Явно организму сложно пропихивать всю эту кашу по капиллярам. Берем образец крови номер два. Прием пищи два часа назад, хлебобулочные изделия и сладкое. Посмотрим, как булки и пряники влияют на кровь. Видно, что влияют не лучшим образом. Кровь мало того, что густая и плохо подвижная, так еще и многие эритроциты выглядят не лучшим образом. Они деформированы и видоизменены. Берем образец крови номер три. Прием пищи два часа назад, мясо с овощами. Плюс Аня постаралась как следует и выпила две кружки кофе. Видно, что кровь в ужасном состоянии. Эритроциты деформированы и слиплись в кучу. Такая густая кровь плохо переносит кислород и питательные вещества. И плохо забирает продукты обмена. Клетки организма голодают и задыхаются от собственного мусора. Это как если бы в Москве круглосуточно были пробки 15 баллов. Ну что, кровь проверена, результаты зафиксированы. Теперь протестируем жидкости. Что и как справляется с разжижением крови. Первым номером тестируем горячую воду с содой. Чайника под рукой не оказалось, поэтому пришлось использовать воду из-под крана. Хотя пить её вообще не рекомендуется. Считается, что горячая вода с содой это одно из лучших простых средств для разжижения крови. Такая вода обладает сильным ощелачивающим действием. Делает кровь текучей, разлепляет эритроциты и разгоняет это кислое болото, которое мы видели на экране. Вторым номером тестируем воду с лимонным соком. Согласно различным таблицам ощелачивающих действий продуктов, лимон обладает ярко выраженным ощелачивающим действием. Значит, должен хорошо разжижать кровь. Вот и посмотрим, так ли это. И третьим номером тестируем просто чистую воду из бутылки. Различные так называемые специалисты по воде говорят примерно одно и то же. Что прохладная вода из бутылки всегда не живая. Имеет низкий окислительно-восстановительный потенциал и кислый уровень PH. Можно предположить, что результат от этой воды будет не очень. Ждём 25 минут, чтобы наши жидкости сработали и улучшили состояние крови. Записывая это видео, я хотел показать вам, что сода отлично работает и разжижает кровь даже с водой низкого качества, из горячего крана, которую даже пить нельзя. Однако, всё оказалось не так однозначно. Смотрим, что получилось. Сода сработала, но эффект разжижения слабо выраженный. Может быть, всё-таки дело в воде из-под крана. А может быть, это неправильная сода. В последнее время в сети много разных слухов и непроверенной информации о качестве соды. Соблюдение ГОСТов и тому подобное. В любом случае, думаю, нужно будет попробовать ещё раз. С другой водой и другой содой. Вода с лимоном. Тут всё не менее странно. Кровь стала ещё гуще, что было для нас удивительно. Ведь считается, что сок лимона обладает ощелачивающим действием. Да и хотя бы сама вода должна была хоть как-то сработать. Теоретически, эффект от лимона должен быть положительный. Пусть даже из-за действия самой воды, не считая действия самого лимонного сока. Просто чистая вода показала превосходный результат. От одного стакана кровь стала божественно текучей. Никаких слипшихся клеток. Вы только посмотрите на эти эритроциты. Ужасная каша превратилась в великолепную текучую кровь. На это можно смотреть бесконечно. Абсолютный лидер сегодняшнего дня – это просто чистая вода из бутылки. Поэтому пока что сделаем такой вывод. Если вы сомневаетесь, что пить, берите и пейте просто обычную чистую качественную воду. Всё, как завещал Батман Хелидж. Если узнали для себя что-то полезное, ставьте палец вверх. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!